Выпускники зареченских школ могут получить направление в высшие учебные заведения системы МВД. Ведомственные вузы готовят специалистов в области экономической безопасности, предварительного следствия, охраны правопорядка, контроля за оборотом наркотических средств, административной деятельности. По разнарядке на этот год зареченцам предлагают получить образование в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Орле, Уфе, Казани и Нижнем Новгороде. Мы, как правило, рекомендуем поступать в ближайшую территорию, это Нижегородская академия, она находится здесь рядом. И после двух курсов обучения, как правило, курсанты снимают жилье, все-таки в Нижнем Новгороде снимают жилье гораздо дешевле, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Но если у кого есть родственники, тоже немаловажное значение имеет, многие у нас дети поступают именно в Москву, Санкт-Петербург, ну и некоторые даже там остаются служить. Сотрудникам, поступившим на службу в полицию, гарантируется достойная стабильная заработная плата, возможность повышения квалификации и всевозможные льготы. Мальчиком засчитается служба, срочная служба в армии, отсрочка предоставляется на перед учебой. Ну и второе, немаловажное на сегодняшний день преимущество – это денежное удовольствие сотрудника. На первом году службы, средний нач состав, такие как участковые, оперативники, получают зарплату от 42-45 тысяч рублей в месяц. Еще одно преимущество для сотрудников полиции – право досрочного выхода на пенсию. Оно предоставляется после 20 лет службы. В этот стаж включается как в календарном исчислении лет, так и в год. Например, день за полтора засчитывает служба инспектора дорожного патрульного службы. Есть прохождение службы в различных местностях, в командировках, где засчитывается и день за три, и день за полтора, и день за два. То есть обширный спектр задач сотрудники выполняют, где есть предусмотрена льготная выслуга. Поэтому ближе к 38 годам человек, который поступил на учебное заведение, он получает право получения увольнения с правом получения пенсии. Служба в полиции – работа серьезная и ответственная. Стражи порядка нередко подвергаются опасности. Поэтому все сотрудники правоохранительных органов подлежат обязательному государственному страхованию. Все травмы, увечья в случае выполнения служебных задач, получения ранений, тоже государство хорошо оплачивает. Семья без кормильца не останется. Государство очень хорошо это поддерживает. Ну и веселая работа, очень интересная. Я думаю, что молодым людям будет интересно заняться. Если они еще полюбят это дело, то служба пролетит очень быстро. Будущим абитуриентам необходимо пройти тестирование физической подготовки. У юноши это бег на 100 метров и 1 километр – подтягивание. У девушек бег на 100 метров и 1 километр – отжимание и пресс. Результаты будут учитываться при поступлении в ВУЗ, так же, как и итоги ЕГЭ. Нужно выбрать единый государственный экзамен, такие как русский язык и общество знания. Но для тех, кто захочет поступать на экономическую безопасность в направлении образования, то вместо общего знания нужно будет математика. Проходной балл, он варьируется каждый год по-разному, но, как правило, он не ниже, не выше, там, 46 баллов. Выпускники учебных заведений системы МВД поступают на службу в звании лейтенанта. Тем, кто успешно завершит курс обучения, гарантируется трудоустройство. С первого дня зачисления учебных заведений системы МВД ребенок начинает проходить службу. Плюсом является то, что в обязательном порядке он будет после окончания учебного заведения трудоустроен в тот комплектующий орган, который его направил на учебу. То есть, получается, отдел внутренних дел города Заречного. За направлениями на обучение в вузах системы МВД зареченские выпускники могут обратиться в кадровое подразделение межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречной по адресу Зеленая 12 или по телефону 599-619. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».